всем привет друзья и как я обещал продолжаю обзоры на бренд casual и сегодня мы рассмотрим их скажем так флагманскую модельку на gold fix плюс называется айсайз это кресло с 9 месяцев до 12 лет то есть 9 месяцев до полутора метра ростом выше уже ребенок просто туда не поместится да и надо поверьте мне вот и раньше девяти месяцев соответственно нельзя эксплуатировать это кресло это очень небезопасно вот собственно имейте ввиду собственно что это за кресло мое такое мнение в двух словах я его и в предыдущих обзорах на этот бренд говорил как по мне это очень недооцененное сейчас кресло я так полагаю завоевывают они рынок и дают нам за прайс наверное на 30-40 процентов дешевле от топовых брендов старших их моделей но практически все то же самое все самые современные технологии безопасности стандартной сайт очень классные материалы вентилируемый каркас вот все технологии что есть в тех есть и здесь но на 30-40 процентов дешевле друзья и посадка здесь очень классная ну в общем у меня претензии вообще к этой модели и принципе к бренду нет делают правильно круто поэтому самое сейчас время пока они еще не задрали цены когда народ прощупает его сейчас покупать потому что за эти деньги суперское кресло напоминаю с девяти месяцев мы эксплуатируем кресло и сейчас пробежимся о том как когда кого крепить каком возрасте и продолжим дальше что хочу сразу сказать девять месяцев ребенок маленький соответственно пристегивается от пятиточечными ремнями которые у нас стоят самом кресле сразу хочу обратить внимание на обратной стороне специально прорезинен такой вообще не скользящий материал чтобы не проскальзывал ребенок и меньше травмировался от самого ремня это далеко не во всех моделях есть друзья мягкие накладки на паховой зоне соответственно есть здесь все это само собой маленький ребеночек у нас будет въездить еще с вкладышем вкладыш демонтируется давайте я вам сразу его покажу поближе чтобы вы его увидели так вот друзья смотрите вот такой вот вкладыш пока ребенок маленький здесь видите сбоку вот такие дополнительные подушечки это очень правильно ребенок маленький должен быть максимально зафиксирован по бокам прижат и как можно меньше свободы движения имел так эффективнее в безо по безопасности скажем так но конечно не так удобно но я понимаю вас прекрасно вот что хотелось бы просторнее но так безопаснее и эффективнее друзья поэтому мы пользуемся до тех пор пока он нам не мешает как уже чувствую что совсем беда и не влази мы его убираем мягкую накладочку эту не снимаем никогда ее просто снял чтобы вам показать она нам нужно будет постоянно пристегивается она на кнопочках и легко кстати это все снять постирать что касается ткани кстати друзья стираем до 30 градусов чтобы она не села после того как постирали чтобы вы смогли обратно одеть друзья вот смотрите что дальше ребенок дорос до 100 сантиметров нам уже вот эти ремни не подойдут потому что уже просто туда физически не влезет нам нужен вот нужен вот этот вот ремень и здесь ребенок пристегивается ровно так же как пристегивается взрослый человек скажем так в автомобиле без кресла также ребенок пристегивается в кресле что очень важно друзья подголовники есть направляющие для ремня обязательно проводим там ремень и что очень важно чтобы вы регулировали подголовник таким образом чтобы от плеча до плеча до подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев желательно следить что был один я про расстояние это будет самое правильное положение ремня в кресле всего выше поднимите ремень затем потянется наверх и будет на горле очень опасно здесь еще кстати есть вот такая вот накладочка она одевается у нас вот так вот на ремешочек это нужно для того чтобы при дтп как и вот эти мягкие накладки кстати тире мне демонтируются прежде чем вот этот ремень использовать не сам снизу вытаскивается очень легко чтобы они думали что они здесь так будут они убираются их там не будет и потом вот это используем для того чтобы вот как и вот эти накладочки эффект тот же чтобы меньше травмировать от самого ремня в автомобиле ребенка так что вот такая вот история друзья она съемная если вдруг не надо что касается безопасности сразу еще скажу что вот здесь отдельно просто лежит и иногда люди забывают ставить эта система которая при дтп гасит энергию дара при боковом дтп она устанавливается у нас тут сбоку с удочку то надо попасть а вот снизу сначала заводим вот устанавливается сбоку потому что при боковом дтп сначала она рушится ломается гасит энергию дара часть ее и потом уходит уже на сам каркас поэтому используем ее обязательно при боковом дтп очень полезная вещь так друзья в общем мы с вами разобрали как прикрепить ребеночка пятиточечными ремнями до 100 сантиметров демонтируем потом используем уже автомобильный ремень как регулировать подголовник по на какой высоте я вам сказал это очень важно это очень важное золотое правило которое вы не должны нарушать это очень небезопасно если вы ремень поднимите выше так собственно друзья что касается комфорта теперь давайте поговорим про угол наклона я сейчас наклоняю кресло и покажу вам вот да вот этого угла наклона более чем достаточно чтобы ребенок спал и у него не висела вперед под своим же весом голова и он нормально спокойно спал дальние дороги это самое важное что касается мягкости здесь не знаю я уже и в предыдущих обзорах говорил на другие модели очень много поролона она очень мягкая это круто еще что касается комфорта друзья это еще не все так в комплекте идет aux кабель он нужен для того чтобы подключить подголовник как какому-нибудь гаджету планшету телефону да что угодно здесь встроенные наушники друзья это очень крутая вещь если я уже включал его слушал если просунуть сюда голову играет так неплохо достаточно объемненько там не колонки а именно наушники вас это напрягать машине не будет ни в коем случае это у него там свой звучок и классный причем звучок можно даже кино посмотреть мультик ребенку 108 вас это напрягать не будет вот такая вот опция здесь есть младшей модели кстати этого нет еще здесь есть друзьям подстаканник который крепится у нас здесь на основании чтобы класть туда бутылочку потому что иногда когда автомобили используют под бутылку в двери еще где-то ребенку не всегда удобно дотянуться а так у него все под рукой тоже очень круто друзья это направляющий для изофикса они в автомобилях некоторых нужны в некоторых нет в общем это такая опция не всегда нужно так что касается крепления друзья давайте этот вопрос сразу вам покажу кстати вентилируемый корпус используется все дышит летом очень хорошо так смотрите есть обычный полноценный изофикс жесткий по каждой из каждой стороны по одной салазки выдвигается это очень удобно потому что когда он целиком выезжает его нужно прям все кресло двигать чтобы попадать в изофикс из одну высаду попали другую высаду попали вот но это не все друзья здесь нужно еще использовать якорный ремень якорный ремень друзья вот она соответственно он крепится у нас если седан за подголовником скобка туда вставляем если какой-то любой другой кузов то на спинке обычно сиденье вот этот крючочек цепляем вот на запас ремня натягиваем чтобы прижалась спинка это нужно для того чтобы при дтп кресло имела верхнюю точку фиксации и не завернулась вперед так сказать вот собственно и все поэтому по крепежу здесь все нормально якорный ремень зафиксировали изофикс защелкнули зеленую индикацию на изофикс и увидели все можно ехать регулируется наклон соответственно независимо от наклона спинки сиденья тоже очень здорово вот друзья так что вот такая вот интересная модель у кэшел получилось как по мне вообще супер крутая моделька за очень адекватные деньги сейчас она стоит реально недорого учитывая что с ценами творится очень хороший прайс внизу ссылка в описании кстати на нее есть пройдите посмотрите можете кстати две модели например с доставкой заказать и вам привезут их 2 вы уже дома что-то выберите такая опция в мире автокресел есть вот собственно друзья я рекомендую обязательно посмотрите эту модель прежде чем выбрать что-то еще действительно сейчас вот очень хороший прайс пока не цены не задрали как народ распробует я уверен из опыта уже что будут задраны цены так происходит всегда сейчас же завоевают рынок делают круто цена классная все качественно поэтому я рекомендую вот можете кстати магазин прийти примерить убедиться в том что еще сказал но я в свою очередь хочу пожелать вам сделать грамотный выбор кресла для вашего ребенка и удачной дороги пока